В последнее время стало но очень много новостей по УВ-2. Правда половину этих новостей нельзя полноценно назвать именно новости, ведь это не официальные слухи. Но в момент, когда слухи и новости смешиваются, начинают сходиться и обрисовывают единую картину, сомнений остается все меньше. Давайте вспомним, что случалось за последнее время. Восстановим хронологию, так сказать. В апреле начнется новый сезон Overwatch Лиги, и с конца прошлого сезона достоверно известно, что новый сезон Лиги будет играть на альфа-клиенте ОВ-2 в режиме 5 на 5. Разработчики упомянули, что возможно будут также доступны и новые герои, но не обещали их. К слову, по слухам проигроки пока все еще не получили доступ к альфа-версии ОВ-2 и тренируются на старом клиенте. С помощью кода мастерской. В декабре сразу большой ряд зарубежных блогеров и контент-криэйторов по Overwatch сообщили о том, что Blizzard проводили секретные собрания с их участием по планам на развитие игры и контента. Все участники данного мероприятия подписывали соглашение о неразглашении, так что узнать, что нас ждет, пока не удастся. Тем не менее, блогерам разрешили делиться впечатлениями, и прям все они, ну прям сто процентов, нереально позитивные и прям заряженные. В частности, все они отметили, что 2022 год станет очень крутым и переломным для мира Overwatch, но ряд намеков все же поступил позже. Тут есть классный небольшой зарубежный ролик, в котором автор вырезал пару хайлайтов со стримов контент-криэйторов, участвовавших в этих собраниях. Например, Fizzy сказал, что надеется на какую-то альфа-бета-овервотча в феврале. Другие крейторы тоже намекали, что в новом году будет чем заняться. Послушайте их. Также в спекулятивном ролике фигурировала некая персона, которая была названа одним из контент-мейкеров, побывавших на собрании с Blizzard, которая согласилась нарушить правила неразглашения анонимно. Блогер заявил, что новости стоит ждать на третьей неделе февраля 2022 года и не раньше и не позже, и что изначально все это хотели предоставить на Blizzconi 2022, но его отменили. От самих Blizzard также поступало пару официальных заявлений за последнее время. Из интересных у нас есть. Несмотря на малое количество скинов, в последнем ивенте приуроченном китайскому новому году тигра, Blizzard официально заявили, что скинов в 2022 году будет больше, чем в любой другой год. И это звучит довольно странно, учитывая такое начало года. Что же там они придумали впереди? Также Майк Барра, глава Blizzard, официально заявил 25 января, что в грядущей неделе стоит ждать больше и больше информации про Overwatch и Warcraft. После всего уже сказанного появилось еще несколько интересных моментов. 4 февраля внезапно разработчики загружают новый релиз какой-то бета-версии OV2 в Battle.net Client. Интересно, зачем. На 5 февраля также внезапно на ютубе в категории Overwatch 2 и в гугле по запросу Overwatch 2 появляется год релиза игры — 2023. Как он туда попал — неизвестно до сих пор. Но этот год там висит и, кажется, не собирается пропадать, это при том, что никаких официальных анонсов не было. А сегодня, на секундочку, уже 12 февраля. И вот сегодня, как раз 12 февраля, появился еще один жирно-анонимный слух, благодаря которому я и решился наконец сделать видео, собрав все слухи и новости по OV2 за последнее время воедино. Некий анонимный пользователь на одном из форумов создал тему, в которой пояснил, что сам не является частью команды разработки Overwatch, но его хороший друг, сын отца, сестры, бабушки и его одноклассника, ну, вы понимаете, работает именно там. И он ему всю инсайдерскую информацию-то и слил. И хоть это и звучит немножко безумно, но накладывается на все тайминги Overwatch просто идеально. Помните контентмейкер рассказал, что про третью неделю февраля? По свежему слуху, Blizzard запланировали ряд анонсов, касаемых не только Overwatch, но и Warcraft на 18 февраля. Он также подтвердил, что вся эта информация должна была быть презентована действительно на Близклоне, но он не состоялся. Анонсы же под Ябли и Хартстолм, он сказал задерживаться и будут позже. Что, собственно, сообщил владелец слуха по нашему любимому Overwatch. Давайте к главному. Сначала будет анонсирована закрытая бета ОВ2. Вместе с ней будут анонсированы два новых персонажа, Мауга и Яко. Мауга будет танком-бафером с двумя миниганами, а Яко будет представлена девочкой-подростком с огромным сюрикеном и питомцем-лисой. Загадки Канизаки придают привет. Закрытая бета начнется в конце февраля, а спустя две недели в середине марта нас ждет открытая ПВЕ бета. И хоть такой слух написать может в теории кто угодно, но если вспомнить все события, которые происходили до этого, слова и бары, инсайды от людей, которые побывали на собрании, все, что я причислил ранее в этом видео, можно начать верить. Ред Шелда также добавил под данной новостью, что его источник, которому, кстати, можно доверять, сообщал, что будет некая закрытая бета, которую даже нельзя будет стримить, своеобразный плейтест, после которого действительно начнется общая открытая бета в марте. Что мы имеем в сухом остатке? Наконец-то в Overwatch сообществе началось какое-то движение. Появилась куча новостей и слухов, которых, не странно, все четко дополняют друг друга и сходятся в одном. Уже совсем скоро, возможно, в считанные недели или через месяц, мы получим приличные такие весомые новости по OV2 и, вероятно, некую бету, а вот сам релиз игры логичнее ждать все-таки в 2023 году. Ждете? Верите? Пишите в комментариях. С вами был Анок, до скорого, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok